Что вы сегодня решили провести время вместе со мной и с моим коллегой Александром Радовским, которого я представлю чуть попозже. Тема семинара очень, с одной стороны, популярная, поскольку речь идет об аккомпанементе на самых популярных инструментах гитаре. С другой стороны, тема загадочное искусство аккомпанемента. В основном здесь присутствуют люди, которые либо играют на гитаре, либо имеют отношение к играющим на гитаре. Дело в том, что в учебных заведениях предмет, который мы называем аккомпанементом, называется концкласс. Концертмейстерский класс. Я имею в виду гитаристов. И это предполагает, что гитарист в течение учебы в музыкальном училище, в консерватории, в школе музыкальный этот предмет отсутствует. Вот в этих двух ступенях он за многие годы обучения учится аккомпанировать. На самом деле в классической гитаре существует магия нот. И игра по нотам сводится к тому, что гитарист читает ноты и аккомпанирует. Но в музыке концертмейстеры разделяются не только по уровню игры, но и по различным способностям. Чтобы не тратить время сейчас на экскурс, что такое концертмейстер, я хочу сказать о гитаристах. Найти гитариста хорошего аккомпаниатора крайне сложно. И в этом заключается первый парадокс, поскольку подготовка гитаристов даже в музыкальной школе позволяет уже очень прилично играть. Не говоря уже об училище и консерватории. Что же такое происходит и почему я выбрал сегодняшний семинар тему искусства аккомпанемента. Дело в том, что солист, или это инструменталист, или певец, певица, они частенько даже не имеют нот, или имеют, допустим, фортепианные ноты, но не имеют гитарных нот, которые нужно написать. Нужно придумать аккомпанемент. Нужно обладать импровизационным чувством, чтобы реагировать во время выступления на исполнителя. Несколько качеств, которые приобретаются с опытом. Я осужу еще тему сегодняшнего семинара, который так называется «Искусство джазового аккомпанемента». Мы все ассоциируем джаз с импровизационной музыкой. И здесь тоже есть свои тайны и секреты. Кроме того, что аккомпаниатор, гитарист должен хорошо владеть гармонией, он должен владеть хорошо разными стилями, он должен быть импровизатор, он должен быть аранжировщик. В джазовой практике, как это происходит, допустим, в формате джазовых клубов, это часто бывает так, что певица или певец или солист приносит цифровку, то есть аккордовое сопровождение какой-то пьесы. Вот цифровка только темы. Но когда мы начинаем слушать, мы слышим и вступление, мы слышим, естественно, тему, разработку, импровизацию, окончание, откуда это все берется. Значит, аккомпаниатор-гитарист должен еще обладать запасом, багажом тех традиционных в джазе вещей, которые называются необходимыми, иначе можно попасть в нелепую ситуацию. Ты будешь знать, играть аккорды, и не знать, что перед этим нужно сыграть 4-8-тактовую каденцию, или не знать, что в конце нужно сыграть, так называемую, вертушку, и так далее. К этому еще добавляется, что куплетов или квадратов бывает не 2, не 3, а гораздо больше. Нужно менять манеру исполнения на ходу. Получается, что аккомпаниатор-гитарист в джазе, человек, обладающий огромным арсеналом технических средств и большим багажом различных приемов аранжировки. Как правило, этому учатся музыканты. Те, кто себя уже нашел в джазовой музыке, учатся сами. Слушая других, слушая записи, подражая, играя в клубах, в концертах, все время ведя такой поиск. Итак, если говорить схематично, что такое джазовая аранжировка, аккомпанементы? Это вступление, это аккомпанемент темы, проведение темы, и дальше идет разработка или так называемая импровизация. Если не учитывать возможности аккомпаниатора самому импровизировать, то должен аккомпанировать, уметь аккомпанировать разнообразно. Прошло одно проведение темы, другое. Пошла импровизация, сыграл саксофонист, сыграл пианист, трубач. И, допустим, аккомпанировать контрабасу, это уже совсем другое дело. Это не так, как с саксофону или трубе. И вот эти все моменты можно приобретать только на слуховом уровне, слушая музыкантов. И здесь мы опять оказываемся, ну, музыкант оказывается буквально на берегу огромного океана музыки. Потому что, если ты играешь в мейнстрим, это главное направление в джазе, то существуют, допустим, быстрые, медленные баллады, джазовые вальсы. Существует другое направление, латина, босса новая, джаз-самба. Существует архаический джаз, существует блюз. Существует современный час, фьюжн, фанки и так далее, и тому подобное. И гитарист, если он хочет быть ангажирован, он практически должен все это хорошо уметь делать, слышать и уметь делать. Естественно, я уже такое слово произносил, самообразование, другого выхода нет. И в этом заключается один из главных принципов джазовой музыки, передача традиций. Не по нотам, а от музыканта к музыканту. Таким образом происходит естественный отбор, а джазовая среда отбирает музыкантов, которые выдерживают этот бег, эту эстафету, этот уровень. На сегодняшнем семинаре, как это было написано, я представлю четыре направления. Ну, во-первых, это будет такой традиционный джаз, мелодичный. Это свинг, это страйт, я два слова скажу о каждом стиле. Это будет босса нова и это будет джаз-самба. Я сейчас буквально несколько сделаю показов и потом уже перейдем на дуэтную игру.